Приветствуем вас на канале Киномания 24. Кто из вас любил математику в школьные годы? Подобных счастливцев можно пересчитать по пальцам. Большинству школьников цифры и формулы кажутся как минимум невыносимо скучными. Но главные герои фильмов в сегодняшней подборке категорически не согласятся с подобным утверждением. Для них математика не просто наука, но настоящая мистика и увлечение на всю жизнь. Все они странные, слегка безумные и невероятно талантливые, благодаря чему наблюдать за их жизнями невероятно интересно. Предлагаем вам подборку лучших фильмов про гениальных математиков, после которых вы наверняка полюбите эту науку. Но перед началом мы просим вас подписаться на наш канал, поставить палец вверх, а также мы ждем ваших комментариев. Мы очень рады вашим мыслям и размышлениям. А мы начинаем! Западня фирма. 2007 год, рейтинг АМДБ 6,7. Четверо талантливых математиков, которые раньше не были знакомы между собой, оказываются в старом здании. Они прибыли туда по приглашению таинственного незнакомца, который называет себя мистером фирма. Ожидалось, что гости поужинают, после чего примут участие в решении интересной головоломки. Странности начались уже в начале вечера. Герои получили имена известных математиков, после чего хозяин дома срочно отбыл по делам, оставив приглашенных в одиночестве. Математики начали осматривать дом и вскоре поняли, что попали в смертельную ловушку. Они должны решать сложные задачи. Причем при каждом неправильном ответе стены комнаты сужаются. Чтобы выбраться из дома, мужчинам придется преодолеть страх смерти и задействовать свои блестящие способности. X плюс Y. 2014 год, рейтинг АМДБ 7,1. Нейтан Эллис – замкнутый подросток, который не интересуется девочками и вечеринками, а предпочитает обычные развлечения миру чисел. Родители, обеспокоенные странным поведением сына, решают отвезти его к врачу, который подтверждает худшие опасения. Нейтану ставят диагноз «аутизм», что еще больше осложняет его жизнь. А вскоре на его голову сваливается еще одна беда. Скоропостижно умирает отец, и парень просто не представляет, как справиться с тяжелой потерей. Герой окончательно замыкается в себе, а единственным близким ему человеком становится учитель математики. Педагог видит в Нейтане не только талантливого ученика, но и одинокого ранимого ребенка. Он предлагает ему поучаствовать в Международной Олимпиаде. Но подобная перспектива не радует подростка, ведь ему первый раз в жизни придется работать в команде. Тайный знак. 2010 год, рейтинг АМДБ 7,1. Мона Грей практически всегда была странной и не слишком счастливой девушкой. В детстве она потеряла любимого отца, который скоропостижно скончался от болезни, и впала в депрессию. Чтобы выйти из тяжелого состояния, героиня начала изучать математику. В цифрах и формулах она видела тайные знаки, которые помогли ей справиться с горем. Повзрослев, Мона решила стать учительницей, и преподавать математику ученикам младших классов. Несмотря на странности в поведении, она оказалась хорошим педагогом и сумела заинтересовать своих подопечных. Однажды девушка узнала, что одна из маленьких учениц попала в сложную ситуацию. Мона увидела в девочке родственную душу и решила помочь ей справиться с проблемами. Человек, который познал бесконечность. 2015 год, рейтинг АМДБ 7,4. Сренивас Равануджин – простой парень из индийского штата Мадрас. Он увлекается математикой и демонстрирует незаурядные способности. Но из-за бедности не может позволить себе получить высшее образование. Сренивас разрывается между желанием развивать свой дар и необходимостью кормить семью. Молодого человека переполняет желание продемонстрировать кому-то результат своей работы. И однажды ему улыбается удача. Профессор Кембриджского университета Готфри Харалд Харди получает письмо от талантливого индуса и понимает, что нашел настоящий самородок. После оживленной переписки известный математик приглашает Сренивас в Англию, где ему предстоит новая жизнь, наполненная новыми сложностями и проблемами. Человек, который изменил все. 2011 год, рейтинг АМДБ 7,6. Бейсбольная команда Окленда представляла собой жалкое зрелище и была аутсайдером без надежды на какой-либо успех. Из-за постоянных проигрышей и недостатка финансирования ее покинули лучшие игроки. И менеджер Билли Бин оказался в затруднительной ситуации. Он начал искать замену ушедшим спортсменам, но не смог привлечь ни одного талантливого бейсболиста. Однажды герой познакомился с выпускником Еля, который продемонстрировал ему схему расчета полезности игроков, основанную на математических расчетах. Подобный подход никогда ранее не использовался, но Билл, не имея другого выхода, решил рискнуть и согласился на предложение. Менеджер набрал неизвестных игроков и приступил к работе. То и дело, сталкиваясь со скепсисом и недоверием обществе. Одаренное. 2017 год. Рейтинг МДБ 7,6. Потеряв сестру, Фрэнк Адлер стал единственным опекуном для своей 7-летней племянницы Мэри. Мужчина пытается дать девочке все самое лучшее и берется за воспитание при поддержке своей подруги Роберты. Подопечная Фрэнка – непростой ребенок. Она проявляет блестящие способности в математике и справляется с задачами, которые даже не снятся ее сверстникам. Герой не собирается отдавать Мэри в специализированную школу и хочет дать ей нормальное детство, так как всегда мечтала ее мать. Но однажды на пороге дома Фрэнка появилась бабушка девочки, которая предвкушает ее блестящее будущее в научном сообществе. У матери и сына начинается серьезный конфликт, который перетекает в громкий судебный процесс. Скрытые фигуры 2016 год, рейтинг МДБ в 7,9. События разворачиваются в 60-е годы 20 века, в самый разгар соперничества между двумя сверхдержавами. В США достигли немалых успехов в освоении космоса. Но после вывода на орбиту советского спутника нацию охватывает настоящая паранойя. По заданию правительства, талантливая команда лучших умов НАСА начинает работу над миссией, которая должна изменить расстановку сил в противостоянии. Три сотрудницы занимаются сложными математическими вычислениями и вскоре сталкиваются с серьезными проблемами. Интересно, что их неприятности связаны вовсе не с работой, а царящими в обществе предрассудками. Героини являются женщинами, да еще и афроамериканками, поэтому далеко не все способны оценить их умственные способности. Игра в имитацию Алан Тьюринг – гениальный математик, логик и криптограф, который жил в середине прошлого века. В разгар Второй мировой войны британская разведка поручила ему ответственную миссию – взломать код портативного шифровального аппарата «Энигмы», который использовался нацистами для передачи секретных сообщений. Досконально изучив задачи, Тьюринг понял, что ее решение не подвластно человеческому разуму. С помощью команды талантливых ученых Халлан разработал электромеханическую машину, названную в его честь и считающуюся первым прототипом компьютера. Титаническая работа, проделанная блестящими умами британцев, оказала существенное влияние на ход и итоги Второй мировой войны. Умница Уилл Хантинг 1997 год, рейтинг АМДБ 8.1 Уилл Хантинг – парень из бедного района, который абсолютно не задумывается о будущем и живет одним днем. Он обитает в бедном районе, работает уборщиком в Массачусетском университете, а свободное время проводит в барах с друзьями. Казалось бы, ничего хорошего героя не ждет, но неожиданно его жизнь кардинально меняется. Однажды профессора математики записали на доске сложную задачу, которую не смог решить ни один из студентов. Но через некоторое время обнаруживается, что кто-то все же нашел ответ. Удивлению заслуженных ученых неизвестным умницей оказался тот самый уборщик Уилл. Профессор понимает, что парень обладает выдающимися способностями, которые нужно развивать. Так, простой уборщик начинает сотрудничество с лучшими математиками мира. Игры разума. 2001 год, рейтинг АМДБ 8.2 Джон Форбс Нэш – математический гений, которому удалось построить головокружительную карьеру. Его дар проявился еще во время учебы. Он удачно женился и заработал целое состояние. Но далеко не все друзья и знакомые Нэша знают о том, что его гениальный разум болен. Диагноз мужчины звучит как параноидальная шизофрения. Однажды к Джону обращается агент ЦРУ Уильям Парчер, предлагающий герою выполнить особое задание. Он должен анализировать информацию, опубликованную в открытых источниках, на предмет скрытых сообщений. Нэш приступает к делу, но через некоторое время начинает подозревать, что часть событий в его жизни происходит не в реальности, а в его воображении. Сможет ли математический гений отличить правду от больной фантазии? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите в комментариях, какие тематические подборки вы хотели бы, чтобы мы сделали. Возвращайтесь к нам! Впереди еще много интересных подборок и увлекательных фильмов. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова